Приветствую всех программистов игр в нашем очередном уроке. Он уже у нас 15 и мы закрепим работу со случайными числами. Для этого мы реализуем очередной проект. Мы сделаем игральный кубик и сделаем даже несколько версий. Поэтому, возможно, в этом уроке будет несколько частей. Либо он получится, возможно, длинным и тебе будет предлагаться ставить видео на паузу и реализовывать несколько проектов. Давай перейдем к примеру и начнем работу. Как и большинство проектов, которые мы реализуем в нашем учебном курсе, этот проект находится в студии юный разработчик игр Беларусь. И здесь ты можешь сразу найти несколько версий 8.1, 8.2, 8.3 и 8.4. Это несколько версий одного и того же проекта, но постепенно мы будем его реализовывать и дойдем до четвертой версии. Начнем, конечно же, с первой версии. И здесь я обязана тебе сообщить, что данный проект создан на основе материала в книге программирования для детей. Ссылку на эту книгу ты найдешь в описании проекта. Но сейчас я его запущу и мы посмотрим, как он функционирует. Как ты видишь, у нас есть грань кубика. Мы ее нарисуем. Сейчас я запущу. И вот случайным образом, когда мы нажимаем на флажок, выпадает соответствующая грань. Случайно. Разная всегда. И указывается количество очков. То есть столько баллов, сколько на грани кубика. Ну, давай посмотрим, что у нас внутри. И внутри у нас один спрайт. И у этого спрайта есть ровно шесть костюмов и небольшой совсем скрипт. Видишь, всего лишь три блока. Поэтому мы в первой части нашего урока фактически будем заниматься созданием граней нашего кубика. Ну что ж, давай создадим новый проект и реализуем первую версию нашего игрального кубика. Здесь спрайт кота нам не нужен. Удаляем его. И используем инструмент рисования нового спрайта. Рисовать мы будем практически по традиции не в растровом режиме, а в векторном. Сразу нажмем на кнопку конвертировать в векторную графику. И здесь кубик в принципе достаточно просто реализуется, рисуется. Мы должны нарисовать квадрат. Выберем сразу заливку. Я сделаю точно такую же, как в демонстрационном проекте. Немножко темнее красный цвет. И я это еще в уроке не показывала, но говорила. Я одновременно нажму клавишу shift. Вот я специально навела мышку на кнопку нашего инструмента рисования прямоугольника. И в скобках написано shift, квадрат. Если мы нажимаем клавишу shift, то у нас будет ровный квадрат. Квадрат. Нажимаю, держу. Любую можно клавишу, либо слева, либо справа. Все равно. Вот у нас получился квадрат. Давай сделаем сразу центр этому костюму. Это нам тоже будет важно. И теперь нам нужно нарисовать кружочки, то есть показания на наших гранях кубика. Сначала мы нарисуем один белый. И даже если мы не попадем в самый центр, это не страшно, потому что мы можем взять инструмент выделения, выбрать и поставить его в центр, в середину. Вот у нас получилась одна грань кубика. Теперь мы костюм возьмем и продублируем. И на втором костюме нам достаточно всего лишь этот кружочек скопировать, продублировать и добавить. И я обычно показывала инструмент дублировать, а сейчас я использую комбинацию клавиш Ctrl-C, а потом Ctrl-V. И смотри, как удобно. Сразу появляется образ скопированного элемента. Мы его ставим в нужное место. Ну, конечно, на грани, когда значение 2 должно быть вот так, примерно размещены они, мы их размещаем. Дальше опять сдублируем. И даже можно сейчас попробовать Ctrl-V. И у нас сразу появился образ кружочка. Мы третий ставим. Можно так и оставить. Можно их немножко раздвинуть. Снова дублируем. Дублируем. Снова нажимаем Ctrl-V. И вот у нас уже четвертый кружочек. Размещаем. Не очень ровно получается. Можно подправить. В моем демонстрационном проекте, наверное, ты тоже заметил, что не очень все ровно. Но опять же, я не ставила себе задачу сделать идеальный кубик, поэтому не уделяла внимания особого красоте. Опять дублируем. Опять нажимаем Ctrl-V. И достаточно в центр поставить еще один кружочек. И, наконец, опять дублируем правой кнопкой, напоминаю. И теперь еще раз Ctrl-V. И шестой кружочек. Сейчас осталось их разместить, так как обычно на грани кубика. Три и три. Поэтому здесь немножко придется постараться переразместить. Ну, вот примерно так. Так, давай подправим. Ну, все отлично. Вот мы нарисовали наш спрайт с шестью костюмами. Давай его сохраним, этот проект. Если ты работаешь в онлайн-редакторе, еще раз напомню, и зашел в аккаунт, у тебя есть пункт меню «Сохранить сейчас». И перед этим вместо Untitled напиши здесь «Игральный кубик». Я же сохраняю в оффлайн-редакторе, поэтому нажимаю «Сохранить». Если ты работаешь на сайте, но не входишь в аккаунт, то тебе нужно загрузить проект на диск. То есть, сохранить на своем диске. Примерно так же, как это делаю сейчас я. Только пункт меню «Сохранить», а загрузить на диск. Выбираем рабочую папку. И здесь я пишу игральный кубик. Напишу один, потому что это у нас будет первая версия. Потом мы на основе этой первой версии сделаем вторую. Мы можем разместить спрайт посередине сцены. Еще раз сохранить. И давай посмотрим в нашем примере, «Как реализован скрипт». Ведь там всего три команды. Здесь выбирается случайное число. И потом еще подсчитываются очки. То есть, у нас есть переменные очки. Сейчас мы ее создадим. И еще используется считывающий блок номер костюма. Давай сейчас ты поставишь видео на паузу и нарисуешь костюмы спрайта кубика. Сохранишь свой проект, а потом вернешься. И мы напишем скрипт. Итак, костюмы спрайта подготовлены. Переходим во вкладку «Скрипты». И пишем простой скрипт. Когда щелкнуть по флажку, нам необходимо сменить грань кубика. Это у нас сменить костюм на. И костюм у нас один из шести. Здесь будет выбираться уже костюм не по его имени, а по номеру. Вот номер 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть нам нужно выбрать число случайное от 1 до 6. Еще мы перед тем, как начал рисовать, заметили, что нам необходимо создать переменные очки. Сколько выпало? Ок. И сейчас мы зададим значение очки. Зарезервированная переменная и считывающий блок. В принципе, это тоже номер костюма того костюма у этого спрайта, который выпал. Ну, давай проверим. Оп, 6, 4, совпало, да? 2, 5 и так далее. Вот случайным образом, вот я три раза нажала на флажок, всегда выпадало 5 несколько раз, опять 5. То есть абсолютно случайным образом определяются грани кубика и количество очков. Для чего это может понадобиться? Я параллельно сохранила проект. Это может понадобиться для того, чтобы использовать этот кубик в каких-то других проектах. Например, случайно выпадает какое-то количество очков. Ты знаешь, много игр наверняка на стольных, где используется кубик. И в зависимости от выпавшего количества очков, мы должны сделать соответствующее количество шагов. Например, в квесте. Ну, вот первую версию мы реализовали. Поставь видео на паузу и напиши этот скрипт. После этого возвращайся и сделаем вторую версию. Надеюсь, у тебя все получилось, и ты сделал гимнастику для глаз хотя бы. Сейчас мы посмотрим, чем вторая версия отличается от первой. Запустим проект. И видим, что прежде чем у нас выпадет грань, наш кубик как будто бы выбирает какое-то случайное значение. И при этом еще для того, чтобы было интереснее, грани у кубика разного цвета. Давай попробуем это реализовать, не заглядывая в код. На самом деле, я думаю, ты уже догадываешься, как это можно сделать. Вернемся к этому проекту. Сразу сохраним его с новым именем. Если ты работаешь онлайн, ты можешь сохранить как копию, а я использую пункт меню «Сохранить как». И опять нахожу свою рабочую папку, к сожалению, в этом случае скретч папку не запоминает. И пишу имя файла «Игральный кубик 2». Реализую вторую версию. Теперь мы возьмем, преобразуем костюмы. Поскольку мы рисовали в векторном режиме, то нам очень просто взять заливкой и залить разными цветами разные грани. Ну, допустим, выберем такие цвета. Я делаю более насыщенные, чтобы лучше было видно. Ну, и последнюю синего цвета у нас еще нет. Вот синим сделаем. Вот. Разного цвета грани. Так будет интереснее, правда? И даже сейчас, если мы запустим, тоже очень интересно, когда выпадает грань с разным количеством очков и разного цвета. Что нам необходимо добавить для того, чтобы получилось то, что мы только что смотрели в нашем примере? Нам нужно добавить маленький цикл, в котором будут меняться грани. И цикл мы этот можем повторять столько раз, сколько захотим. Это мы должны вытащить из цикла, потому что нам необходимо будет конечное значение получить. И сейчас мы запустим, ну, давай сделаем не 10, а 6 раз. Получается, что проскакивает очень быстро, поэтому достаточно еще добавить ждать. Если мы сделаем ждать одну секунду, то тоже как-то медленно, правда? Поэтому поставим здесь, допустим, 0.3. Это оптимальное значение. Ну-ка. Вот грани поменялись. И мы получили новую версию игрального кубика. Сохраним его. Ставь видео на паузу. И сделаем потом третью версию. Ну что, вторая версия игрального кубика готова. Надеюсь, у тебя тоже. И сейчас переходим к третьей версии. Третья версия отличается от второй и основана на второй. Давай посмотрим, как. Здесь, помимо того, что кубик меняет грани, он еще как-будто бы... Как будто бы мы его бросили, и вот он так поворачивается. Но потом ложится на нижнюю грань, как будто бы он упал, ну, условно говоря, на какой-то стол. Ну что, давай реализуем. Опять же, попробуем не подсматривать, что здесь у нас добавилось. Да все очень просто. У нас добавился поворот. Причем поворот на случайное количество градусов тоже. Мы можем сделать так, от одного до, допустим, девяносто. Ну-ка, давай проверим. Ну вот, собственно, уже и похоже. Единственное, что кубик у нас не ложится на нижнюю грань. Вот давай, чтобы было понятно. На фоне сцены, даже можно здесь уже в этом редакторе, нарисуем, как будто бы у нас стол. Ну вот как-то так. Возможно, даже лучше сделать прямоугольником. Ну вот у нас столешница, допустим. Отобразим. Вот отобразилась. И разместим вот так вот, чтобы сюда у нас стол наш кубик упал. Давай запустим. Он как-то странно вращается. И в конце мы сделаем, чтобы он повернул в направлении девяносто. Давай посмотрим. Вот он у нас упал на нижнюю грань. Ну и сделаем вот так. Ну, как будто бы мы его бросили. Он так покувыркался и стал на грани. Конечно, это немножко не так, как в реальной жизни происходит. Но в какой-то степени мы его смоделировали. И сохраняем с новым именем. Это у нас новая версия кубика. Может быть, не самая удачная. Может быть, как раз наоборот. Это у нас игральный кубик 3. Отлично. Ставь видео на паузу. Делай третью версию. И возвращаясь, сделаем четвертую. Тоже с небольшими изменениями. Итак, третья версия готова. Смотрим четвертую и реализуем. А здесь у нас кубик. Мы как будто бы сверху на него смотрим. Он у нас по столу как будто бы катается. И потом останавливается. Но что? Сделать это очень просто. Здесь уже стол, видимо, надо дорисовать. Раз уж мы начали его рисовать. Мы можем сделать это следующим образом. Возьмем инструмент выбрать. Выберем вот этот вот прямоугольник. И просто растянем. Ну, пусть у нас будет это стол. И заливку можно выбрать, возможно, немного другую. Чуть темнее. Потому что это получилось, почти сливается с гранью кубика. Вот так лучше, правда? Ну, или можно загрузить какую-то текстуру дерева. Найти и будет деревянный стол. Вернемся к нашему спрайту. И допишем скрипт. В этом скрипте совсем небольшое изменение. Кроме того, что он поворачивается, попадает на случайную грань. Он еще перемещается. Если мы оставим 10, давай посмотрим. Он перемещается незначительно. А вот если мы поставим... В примере я подсмотрела там 50. Ну, экспериментировала и со значением 100. Давай проверим. Если мы возьмем 100, то вот так вот наш кубик улетает. Что нам необходимо еще сделать? Конечно же, если на краю оттолкнуться, чтобы он далеко не улетал. Вот сейчас он у нас в пределах стола. Как будто бы катается, выпадает случайная грань. И, в общем, можно использовать в каких-то других проектах. Реализую четвертую версию. Сейчас я ее тоже сохраню. Игранник кубик 4. До встречи в следующем уроке. До встречи в следующем уроке.